Доброго дня, дорогие мои! Сейчас, как вы знаете, сейчас идет вот эта коронавирусная инфекция. И сейчас, по мнению специалистов, да и вообще, из старых времен, имбирь является очень такой, я бы сказал, альтернативой многим антибиотикам. Вот, и я вам сейчас покажу, я как постоянно пользуюсь имбирем, как я из него делаю. Я показывал уже один раз, сейчас я вам покажу, как я это делаю с лимоном, с медом. Сначала, естественно, вы покупаете вот имбирь, очищаете его. Перед тем, как очистить, принесли с рынка, залейте его кипятком, минутку, чтобы всякая эта ушла. Она даже мягче станет, немного. И для дезинфекции. А потом приступаете к его очистке. После того, как очистили, разрезаете его вот так вот, на такие вот кусочки. Вот, пожалуйста, берите вот такой, четырьмя ножами блендер. У вас это в каждом хозяйстве должно быть, это дело. Это очень полезная вещь и для поднятия иммунитета, и вообще для вашего организма. Вот, я вам показываю то, что сам пользуюсь. А я такой человек, что привык, как родители воспитывали. Сам за своим здоровьем не проследишь, никто это. Как говорится, на востоке говорят, на Аллаха надейся, но и шака своего покрепче завязывай. И говорят еще, Аллах говорит. То есть, как в том анекдоте, один пришел в церковь, постоянно приходит и просит около икон. О, Господи, дай мне помочь, чтобы я, говорит, лотерею выиграл, говорит, сто миллионов. Каждый раз приходит, приходит, видимо, Всевышнему это надоело. И сверху, говорит, доносится голос, говорит, Всевышнего. Слушай, говорит, ты хотя бы, говорит, чтобы я тебе помог, говорит. Купи вот лотерейку. Понимаете, поэтому мы сами должны, конечно, мы должны быть богобоязненны, все-все. Но мы сами тоже для своего здоровья должны двигаться. Вот. Должны двигаться и делать так, чтобы свое здоровье хранить подольше. Подольше. Вот. После того, как вот это нарезали, лимон, все. Вот. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас вот эта масса получилась вот такая. Смотрите. Это осторожненько выкладываем вот так вот в баночку. Вот так вот. Выкладываем вот так. У вас вот такая баночка должна быть. Я в неделю... У меня на неделю уходит вот такая одна баночка. Я утром стою натощак, натощак ложечку вот так вот. Говорят, пол чайной ложки, а я нет. Я вот прямо вот одну столовую ложку заедаю, запиваю обычной водой теплой. Вот. Это еще не конец. Надо все досконально вот забрать отсюда. Чтобы ни одна крупинка не пропадала у нас. Ни одна крупинка. Все должно быть как положено. У настоящего хозяина, хозяйки. Все должно быть как положено. Вот. Это я еще что-то сполосну. Еще я оттуда водички попью. Это эликсир, дорогие мои. Теперь этим дело не закончилось. Берем цветочный мед. Вот так вот налили сверху. И не надо даже если что смешивать, но можно конечно, чтобы мед дошло до глубин. Вот так вот. Чуток. Она свое возьмет. Все, дорогие мои. На крышку я потом. Вот, пожалуйста, готово. Видите? Она сама мед дойдет везде. И будет хорошо. Если вы будете его хранить сам. Вот этот имбирь. Она будет... Ну, все равно это растение из растения. Она будет портиться. Плесневеть. Холодильник надо все время держать. А тут у вас все время под рукой. Взяли. Все. Выпилишь тепленькой водой. Организм уже пошел. Понимаете? Организм уже пошел. И все будет нормально. Не надо вот так вот панику наводить. А надо за собой следить. И все будет хорошо. Я привык всегда говорить как есть. Вот. Вот. Поэтому делайте то, что говорю. Я... А можете сами тоже делать, что хотите. Потому что слушать одно, а делать свое. Вот. Но я вот рекомендую. Рекомендую. Это не один год я им пользуюсь. Даже в Сибири я находил его. Вот. И пил. И даже у меня был бронхит. Вот. Настолько я схватил бронхит. Меня эта штука спасла. Спасла. От бронхита вылечила. Без всяких лекарств. Вот. Всех вам благ. Пока-пока. Сибири я... Сибири я... Сибири я...